МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заветные деньги МВФ. Сколько нужно Украине, сколько получим и, главное, на что потратим? -"Кто за?" Третий пошел. В чем обвиняют экс-нардепа коммуниста Гордиенко? Расстрельный список. Существует ли он? И кто следующий после Немцова? Главная новость сегодня из штаб-квартиры МВФ. Час назад там приняли решение о выдаче кредита Украине. Сколько денег получит Киев уже в этом месяце? За работой финансистов следит мой коллега Дмитрий Еловский. Он знает все подробности. Откладывать дальше вопрос о деньгах для Киева уже был нельзя. Хотя его переносили несколько раз еще с минувшей осени. Но после того, как Украина приняла пакет законов, дающих определенные гарантии Западу в том, что деньги не будут потрачены впустую, шансов на то, что финансовую помощь не предоставят, практически не оставалось. Речь сейчас идет о долгосрочной программе сроком на 4 года. Объем финансирования 17,5 миллиардов долларов. Но это только те деньги, которые даст МВФ. Есть ведь еще и страны-доноры, которые уже заявили о своей готовности помочь Украине. Страны эти разные от малого до великого. Так, например, Швеция даст 175 миллионов евро. Притом большую часть суммы беспроцентна. А Америка – 1 миллиард долларов. Конгресс уже работает над законопроектом, который смог бы обеспечить этот заем. Деньги от МВФ должны начать поступать на украинские счета уже в этом месяце. О сумме первого транша сейчас много спорят. Но ясно, что это будет что-то около 5 до 10 миллиардов долларов. Подчеркнул, уже до конца марта. Эти средства пойдут прежде всего на пополнение золотовалютных резервов НБУ, а также на обеспечение внешних обязательств Украины. Но есть также и надежда, что этот первый транш успокоит валютные скачки и утихомерит курс доллара. Но, впрочем, конечно, нельзя забывать и об обратной стороне медали. В Украине сильно вырастут цены на газ и отопление для населения. Всего же от МВФ и стран-доноров должно поступить порядка 40 миллиардов долларов. Но это опять-таки сумма за 4 года. Деньги немалые. Именно поэтому страны-участницы МВФ уже предупреждают. Будет очень жесткий мониторинг всех трат. В случае чего программу можно будет заморозить или вообще свернуть. Даже в числе совета директоров были скептики, которые считали, что сейчас деньги давать не следовало бы, так как этот кредит панацеей не станет таким решением всех бед. Но должен обязательно стать трамплином для реформы, для строительства принципиально новой экономики. Ну а о подробностях судьбоносного решения сегодня должна сообщить глава МВФ Кристина Лагард. Ее пресс-конференция состоится в Берлине в 10 вечера по Киеву. Дмитрий Уловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканал Интер. Сколько получит Украина и сколько стране необходимо? Сегодня звучали разные цифры. Президент говорил о свыше 40 миллиардах долларов. Это общая необходимая сумма, не только от Международного валютного фонда. Премьер надеялся на 25 миллиардов. Накануне Петр Порошенко подписал законы, касающиеся требований МВФ. Речь об изменении в бюджет и урезании пенсии работающим пенсионерам. В Кабмине сегодня предположили, что первый транш может составить 5 миллиардов долларов. И премьер тут же заверил, что деньги не пройдут. На соц. выплаты они не пойдут, поскольку предназначены для стабилизации экономики и укрепления валютного курса. На что потратить кредитные деньги МВФ? Вот что думают по этому поводу нардепы. Мы не можем быть такими добрыми дядями, что внуков и правнуков мы заставляем теперь платить. То, что сегодня они берут и прожирают или, я не говорю слово, воруют. Поэтому нам нельзя брать эти кредиты. Нам надо не верить в эти кредиты. Наоборот, нам нужно, если брать какие-то кредитные линии, то только на бизнес, на развитие бизнеса. Нужно немедленно реформировать кабинет министров. Убрать оттуда премьер-министра и вот этих олухов, которые не знают, как управлять экономикой. Проблема величезного дефицита бюджету залишається. Вона є близко 200 млрд грн. Просто уряд чомусь не хочет у видатка показати велику сумму видатки. Проблема від цього не дівається. Задача цього кредиту зовсім іншого. Краина сіла на голку. Вона не може з нею звести за один момент. Але зв'язати треба. И первый крок мог быть достаточно решительный. Уряд майже не зробил. Кредит МВФ, мы понимаем, он не может пойти в реальный сектор экономики. Его нам дают только для того, чтобы уникнуть дефолту. Если мы уникнемо таким образом, мы откладем вопрос дефолту, то мы сможем говорить с другими донорами, а это приблизительно 23 млрд на 4 лет, про которые сегодня говорим. Мы сможем получать следующие кредиты, которые должны пойти в реальную экономику. Но для этого нужно, чтобы было куда их вкладать. Для этого нужно, чтобы были умовы, чтобы реальный бизнес мог их взяти. То, как используются деньги МВФ, находится под контролем МВФ. Мы думаем, что будут тут достаточно жесткие меры применены, к тому, чтобы эти деньги не были разворованы. И, вне сомнения, наше требование, поскольку все эти кредиты будут в конечном счете возвращать народ Украины, чтобы эти делинги были использованы во благо и в интересах государства, а не просто на расходы правительства для поддержания рейтинга. И теперь о сегодняшних событиях в районе Мариуполя. Мы узнаем от Эльвины Сидбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Как прошел день? Какие новости? Да, Наталья, ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Сегодня боевики обстреливали наших военных и стрелкового оружия в селе Чермалык. А вот широкие наработали вражеские снайперы. Сейчас там оборону держит полк АЗОВ. Военные говорят, заметили, что боевики немного оттянули технику, но в полный отвод не верят. В основном это были автомобили. Автомобили, также был выношен на них миномет на одном из этих автомобилей. Только они выводили в сторону Саханки. Там идет постоянное накопление живой силы, техники. Также там, по данным, там есть достаточно большое количество танков. Ну, порядка 30 танков видели точно. И сложная ситуация в превратовых селах. Так, в Лебединском не работает школа и детский сад. Уже больше месяца нет электричества. В селе открыт только один киоск, куда два раза в неделю привозят хлеб. Живут здесь в основном пенсионеры. Страхи, понимаете? Ни днем, ни ночью покоя немае. Букают и стреляют, и стреляют. А что там? Откуда вон и стреляют? Вот, кажется, вот тут рядом, и все. Люди продолжают жить в постоянном страхе, ждут прекращения огня со стороны боевиков. Выехать им некуда. И ждем мира и тишины. Я в Украине была, в Украине хочу быть. Сын тоже здесь живет. С маленькими детками тоже некуда ехать. Денег нет. И родственников таких нет у нас, где-то куда-то уехать. В самом Мариуполе украинские военные готовятся к возможной атаке боевиков с моря. Возводят оборонительные сооружения на побережье, в местах, которые подходят для высадки морского десанта. Об этом сообщают в штабе АТО. Наталья. Спасибо, Эля Эльвина Сидбулаева из Мариуполя. О ситуации на Донецком направлении узнаем. У Ирины Баглая, она также с нами на связи. Ира, здравствуй. Что тебе удалось узнать? Здравствуй, Наташа. Под огнем боевиков снова Авдеевка и Пески. В самом Донецке сегодня тихо. Это нам рассказали сами дончане. Одного из них мы встретили в подконтрольном украинском, украинским силовикам в селе. Он приехал проведать своих родных и застал разбитым свой дом. И вот, что он нам рассказал о событиях в оккупированном Донецке. Русский мир пришел в своей красе и разнообразии. Пустые прилавки, сцены бешеные, работы нет, ничего не работает. Кто обстреливает? Они же обстреливают. Донировцы обстреливают. И вы это видите, люди? Люди это понимают? Нормальные люди это понимают. Верхнеторецкое, можно сказать, прифронтовой поселок. Здесь уже три недели как не ведутся бои, но и наладить жизнь у местных жителей не получается. Люди оказались в ловушке. Перед ними ДНР самопровозглашенная, а ближайший блокпост за полтора километра. Там поселок Красный Партизан, где еще в январе стояли украинские военные. Из поселка не ходит транспорт. Гуманитарную помощь тоже не привозят. Жители боятся новых обстрелов и не разбирают свои укрытия. Дай бог, чтобы оно все закончилось, и чтобы пришел мир, конечно, хочется же все. Потому что все равно сохранило. Вот это вот все такое. Я бы не удерживаюсь. Это подвал, это без конца. Страшно. Что страшно, то страшно. И еще местные, как и жители всего Донбасса, снова спрашивают нас, почему здесь не транслируют украинские каналы, почему не завозят хотя бы украинские газеты. Все каналы, там, Россия-1, Россия-2, там, такие, российские каналы, а украинские, а НТВ, там. А вы бы хотели, чтобы были? Ну, хотел, чтобы Интердак был. И что касается военной обстановки, по всей видимости, основные силы боевики сосредоточили сейчас на других направлениях, Артемовском и Донецком, поэтому здесь и тихо. Но украинские бойцы, говорят, террористы активно используют железную дорогу по участку Горловка-Ясиноватая. Наташа. Спасибо, Ирина. Ирина Баглай была с нами в эфире. И сейчас на связи Вениамин Трубачев. Веня, ты сегодня работал в районе Дебальцево. Что ты там видел? Что удалось узнать? Наталья, сегодня в районе Дебальцево стреляли. Воевики вели огонь по позициям украинских военных вблизи поселков Луганское и Мироновский. Но стоит отметить, что обстрелы были не интенсивными. По словам армейцев, утром террористы стреляли из танка и пулемета, а днем уже было относительно тихо. Военные, в свою очередь, на такие провокации не отвечают и придерживаются режима тишины. В поселках Луганское и Мироновский много разрушенных зданий. Люди понемногу, в принципе, возвращаются в свои дома. Сейчас рабочие восстанавливают подачу электричества, газа и воды. Заработали даже несколько магазинов. Периодически волонтеры и Красный Крест привозят продукты. Также сейчас нужны стройматериалы. И о том, как сейчас живут люди в прифронтовых поселках, предлагаю посмотреть гепортаж. Мы не затевали эти войны, и мы только страдаем от этих войны. Юрий с семьей уже второй месяц живет в подвале. Здесь же ночуют родственники, друзья и знакомые. Люди в поселке Мироновский не возвращаются в свои дома, боятся новых обстрелов. Стреляли, да, сегодня? Стреляли. Вот и не уходим домой, потому что надо кому-то. Люди, не дай бог, что это начнется, люди побегут. Иногда, чтобы был теплый угол. Тут безопаснее, чем дома. Как-никак. Лишь бы не стреляли в Мирных. Живут в подвалах и люди, бежавшие из Дебальцево. Когда начались серьезные обстрелы, они оставили все и уехали, чтобы спастись. В восьмой месяц я скитаюсь по подвалам. И я не могу вернуться в свой город. Куда? В Дебальцево. Зачем это было делать? Зачем? Кому это нужно было? Мне явно не надо было. Я же ничего не хочу. Я хочу просто мира для себя, для своих детей и внуков. В убежище плотно стоят кровати, рядом кухня и гардеробная. Вокруг бегает много маленьких детей. Школы и детские сады по-прежнему закрыты. В поселке Мироновский постепенно восстанавливают подачу газа, воды и света. Но многие магазины все еще не работают. Поэтому выстраиваются огромной очередью за гуманитарной помощью. Страшновато было. Сидели здесь в ДК, когда стреляли. В январе у нас просто эвакуировали, отчего выезжали. А сейчас не страшно? Ну сейчас вроде тихо, еще пока не страшно, но здесь страшновато. Сегодня привезли помощь от Красного Креста. В Доме культуры выдают матрасы, одеяло и гигиенические наборы. Порошок стиральный. Один. Туалетная бумага. Десять рулонов. Одна шампунь. Потом три зубных щетки. Три зубных пасты. Накануне раздавали продукты. Крупы, тушенку, сгущенное молоко. Но люди возмущаются. Еду могут получить не все. Не дают гуманитарки продуктов. Не дают. Только после 65. А тихо, наверное, с голоду вздыхают. Которые до 65. А до 65-го голоду умываются. Соседний поселок Луганское тоже серьезно пострадал от обстрелов. Сейчас люди понемногу возвращаются. Открылся даже первый магазин. Больше месяца не было ничего у нас. А теперь вот открыли. Слава Богу, хоть что-то можно купить. Хлеба и прочее. Галина показывает свой дом. Сначала зимой во двор прилетел один снаряд. Потом еще один и еще. Когда перевалила за десяток, женщина перестала и считать. Семь окон выпало после первого обстрела. Сарай пострадал. Инвалидка пострадала. Машина пострадала. А на следующий день после второго обстрела у нас пострадал трактор. Ворота сразу на первый день пострадали. Калитку вырвало. Осколки попали и в сарай. Там были три коровы. Чудом не убило. Люди довольны. Молоко сейчас ходовой товар. Можно продать или поменять на другие продукты. Как зовут? Это Квитка. Это Квитка. Это моя Люска. Девочка. Это моя девочка. Это Майочка. Майочка моя золотусечка. Пострадавшие не получили ни копейки помощи. Стройматериалы тоже не привозят. Люди в буквальном смысле выживают как могут. Венеемин Трубачев и Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. О том, что происходит в оккупированных городах, мы узнаем благодаря обычным людям. Давайте послушаем местных жителей из Донецка и Луганска. Смешались кони и люди. То есть в перемешку на светофорах стоят БТРы, танки, камазы с военными, троллейбусы, маршрутки и автобусы. У нас открылись магазины под номером. Их национализировало правительство ДНР. В этих магазинах под номером 1, 2, 3, 4, 5. Очень мало продуктов. В общем, мы в шутку говорим, что просто в магазинах проданется просто еда. Работа была и есть. Но дело в том, что она не оплачивается. Поэтому как ее считать? Пенсионеры, инвалиды, люди с ограниченными возможностями. Мне кажется, это вообще просто. Им выжить здесь нереально. Я вижу кучу бедных этих стариков, старушек, которые... Они чистенькие, аккуратненькие все. И при обычной жизни они никогда этого не делали. И оно видно. Стоят они, опустив глаза в пол, в землю. И просят, дайте хоть на хлебушек. Очень большая проблема для тех, у кого детям исполнилось 16 лет. Получить документы невозможно. Бламков нет. Поехать на территорию Украины, в принципе, возможности нет. Пропуска получили. Сначала говорили 10-14 дней. Теперь оказывается 2 месяца. В Донецке появилась такая услуга. Получи пропуск за 150-600 гривен. Сегодня представителям сепаратистов поднималась очень сильная паника на восточных. Можно вас предупреждаю, что в ближайшее время может начаться наступление их в сторону станицы. Если действительно какая-то провокация будет, или они что-то готовят, непонятно. Швеция готова поддержать введение на Донбасс миротворческой миссии с мандатом ООН. Об этом президент Украины заявил после встречи с премьером этой страны, Стефаном Ливеном. Ливен считает, что именно Россия несет ответственность за агрессию на востоке Украины. А Петр Порошенко убежден, что присутствие миротворческого контингента и закрытие украинско-российской границы будут способствовать восстановлению мира на востоке нашей страны. Миротворческие операции ранее продемонстрировали свою эффективность, и мы считаем, что после скоординированных усилий Совет Безопасности ООН примет такое решение. Именно для того, чтобы достигнуть стабильного мира. Мы рассчитываем на участие дружественных нам стран в этой миротворческой операции. Мы поддерживаем возможность развернуть такую миссию, потому что она будет хорошей альтернативой. Как только будет положительное решение, Советы Безопасности ООН мы полностью поддержим. И по последней информации, Соединенные Штаты Америки все же предоставят Украине вооружение. С нами на связи Валерий Чалл из замглавы администрации президента. Валерий, добрый вечер. Скажите, соответствует ли эта информация действительности? Если да, то о каком оружии идет речь и на какую сумму? Насколько его будет достаточно? Так, я могу подтвердить, что действительно сегодня про это решение президента США Барака Абали поведомим президентом Украины Петра Порошенко, вецепрезидент Джо Байден. И сегодня мы говорим про те программы, про которые говорились, возможно, в более закрытом режиме, досить долго. И есть решение про поставление броневанных автомобилей. 230 этих броневанных автомобилей, часть из них – это очень мощные автомобили, которые очень необходимы СССР Украины. Очень важные элементы оборонных оружия – это антиконтрбатарейные, контраминоментные радары. Это то, что нужно для закрытого связка, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Потому что по открытому связку сразу это визначается место, и таким образом просто гинули наши солдаты. Есть решение о приборах ночного бачения. То есть, в принципе, 75 миллионов – это большая помощь, на самом деле, особенно сегодня. Но более важное, не только сам факт и перелик этих засобов. Больше важное – это то, что США демонстрируют солидарность с Украиной, демонстрируют, что позиция, когда слабкая Украина, ну, не подсилювалась, потому что начебто провокирует агрессора, сейчас переосмыслилась в Соединенных Штатах. И сегодня Петро Порошенко подяковал представительской делегации Конгресса Соединенных Штатов за активную поддержку, подяковал администрации Соединенных Штатов. Я думаю, что это решение, порядка с решением поддержки других стран, в том числе из военно-технического сотрудничества, сегодня как раз ведут до мира, а не войны. Валерий Алексеевич, но все-таки накануне, после встречи с Меркель, Обама говорил о том, что не будет поставить вооружение. Я так понимаю, что о летальном оружии речь не идет сейчас. Мы говорим про оборонные возможности. Украина ни на кого сейчас не наступает. Мы объектом агрессии соседней страны, и сегодня весь свет с нами. Он поддерживает нас различными способами. Вы знаете, что сейчас выделены деньги Международного валютного фонда, это еще одна позитивная новина, 17,5 миллиардов. Это первый хит, который потом будет поддерживать еще на двусторонней основе. Это поддержка Украины для того, чтобы не дать дестабилизировать финансовую ситуацию. Військово-техническое сотрудничество. Мы, на самом деле, могу сказать, сейчас мы уже отримали от США таку оружие, не летальную, но это уже совсем другой период сотрудничества. И сегодня мы говорим и про перспективы. Насправдя, есть понимание, что подсиление Украины сегодня, оборонных возможностей, это то, что дает как раз больше сподевания на то, что не будет провокации агрессора далее. И сегодня, очевидно, что эта пауза, я хочу напомнить, что пока, на жаль, нет припевнений вовню повного. Есть уменьшение, но все равно это продолжается. И поэтому мы готовы к миру. Мы, очевидно, выполним все, что договорились на международном уровне, но нужно быть готовыми и защищать свою страну. До речи, США особенно на этом наголосили, что есть право каждой суверенной и независимости страны защищать себя. И это право гарантировано и статутом ООН, и всеми международными документами, участниками, которой есть Украина и Россия. И мы говорили также про миротворчивость. То есть, есть комплекс заходов, которые дают нам шанс на дорожную карту, которая бы привела к результату. Хотя, я могу наголосить, разные могут быть сценарии, и мы готовы к всем этих сценариям. Можем быть готовы к ним. И сегодняшнее решение помогает нам в этом. Спасибо большое. Замглавы администрации президента Валерий Чалвер был у нас в эфире о поставках вооружения США для Украины. Николай Азаров, Сергей Арбузов, Раиса Богатырева, еще 11 персон попали в новый расширенный список санкций США. Есть там и прокремлевский политолог Александр Дугин, главарь батальона боевиков «Восток» Александр Ходоковский, и жена Павла Губарева, Екатерина. В черный список также включили Евразийский союз молодежи и Российский национальный коммерческий банк. Все попавшие под санкции люди и предприятия не могут вести бизнес в США, а их собственность и счета в американских банках будут заморожены. Адвокат Надежды Савченко Марк Фегин публиковал видео доказательства ее невиновности. Напомню, летчицу обвиняют в том, что 17 июня она корректировала огонь, в результате чего погибли российские журналисты. На видео, которое снял гражданин России, некто Егор Русский, бой и первый допрос Надежды, захваченный в плен боевиками батальона «Заря». Независимая экспертиза определила, что время записи около 10 утра, тогда как российские журналисты погибли в полдень. То есть тогда, когда Савченко уже два часа как находилась в плену. Ее адвокаты уже ходатайствуют, чтобы это видео приобщили к материалам дела. Мы исхода этих ходатайств России не знаем. Политическая причина ее нахождения в тюрьме, она является решающей. Пока политически не будет вопрос решен, как я уже много раз об этом говорил, никакие процессуальные доводы не будут являться решающими в принятии решения об освобождении Надежды Викторовны. И как сообщил нам Марк Фегин, состояние здоровья Надежды Савченко внушает серьезные опасения, пока ее организм не усваивает. Даже детское питание и соки. Адвокаты подали ходатайство о допуске к ней украинских врачей, но пока согласия они на это не получили. Похоронный венок возле своей московской квартиры обнаружила сегодня пресс-секретарь Михаила Ходорковского. Что это, угроза или предупреждение, пока не ясно, но после этого инцидента вопрос, кто может стать следующим, стал еще более актуальным для протестного движения России. Тем более, что предполагаемый расстрельный список уже есть. Сообщается даже, что Путин с ним знаком, но пресс-секретарь главы Кремля прокомментировал сухо, мол, ничего ему об этом не известно. Так что все-таки известно, подробнее наш московский сапкор Данил Русаков. То ли слев сверху, то ли сенсационное признание, но, правда, от анонимных лиц. Появились сообщения в новой газете, якобы журналистам известно имя организатора убийства Бориса Немцова. Некий Руслан, фамилию которого издание пока держит в тайне. Есть информация, что он, как и Дадаев, тоже служил в батальоне «Север». Это подразделение принимало участие в боевых действиях на территории Кавказского региона. Сам Дадаев уже заключен под стражу по решению басманного суда. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе Лефортова. По словам молодого человека, обращаются с ним нормально, хотя ранее правозащитники распространили информацию. Якобы арестованного избивали, и происходило это, как утверждается на допросах у следователей. Дадаев также сообщил, что вины своей не признает. Сделать это его ранее заставили, чтобы освободить от уголовной ответственности подельника Губашева. В итоге обоих отправили за решетку на время предварительного расследования. Будущее всего этого расследования и судебного процесса находится в руках одного человека. И фамилия его известна. И всегда можно подумать, что это решение принято не в рамках правосудия, а просто, что это политическое решение, скажем так. О неком Руслане говорят ли, что сотрудники МВД, ФСБ, и следственного комитета о нем давно знают. Точняется даже, что его личность известна нескольким десяткам работников с силовых органов. В расстрельный список по имени Немцова якобы входил и главред Эхомосква Алексей Венедиктов, бывший владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, а еще телеведущая Ксения Собчак. По делу об убийстве Бориса Немцова сейчас проходит пять обвиняемых, все они находятся в СИЗО. Накануне некоторые информагентства заявили еще о двоих задержанных в Чечне. Однако позже стало известно, что местному МВД об этих людях ничего не известно. Данила Русакова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Точные данные, какие именно воинские части России и сколько российских военных находятся на Донбассе, опубликовали британские ученые. Информацию собирали по крупицам. Кто и как получает эти данные и что советуют главному британскому дипломату. Подробнее Оксана Кундеренко, она в Лондоне. Королевский объединенный институт оборонных исследований, один из авторитетнейших мировых аналитических центров, детально описал преступления российских военных, которые вторглись на территорию Украины. Род войск, номера бригад, количество единиц техники и живой силы, даты пересечения границы, все это опубликовали в отчете с коротким названием «Российские войска в Украине». Автор Игорь Сутягин, ученый с мировым именем, выпускник МГУ, обвиненный в шпионаже и госизмене, за что провел в заключении 11 лет, знает путинскую систему не понаслышке. Так вот, по его данным, вторжение регулярной армии РФ на Донбасс началось 14 июля прошлого года. Вошли разведка и спецназ. Мотострелковые и десантные бригады присоединились с 11 августа. У меня была некая база знаний о том, что, где, как, кто чем вооружен, где, чего, сколько. Я знал, например, где какие танки, скажем, находятся, в каких частях. Поэтому, когда появляются какие-то съемки, я не знаю, Russia Today, Live News, Первый канал, ТВ-звезда, показывают какие-то съемки, где очень характерные, допустим, танки появляются. Я могу знать, откуда эти танки. Перед новым 2015 годом в Украине скопилось наибольшее количество российских военных – 10 тысяч. Да сейчас их не намного меньше – 9. Все это с конкретными цифрами и картами опубликовано в сегодняшнем документе. А вчера в том же Институте оборонных исследований выступал министр иностранных дел Филипп Хэммонд. Из аудитории ему посоветовали использовать новый рычаг давления на московских агрессорах, рассекретить их финансовые махинации. За последний год богатенькие россияне спрятали в Великобритании 150 миллиардов долларов. Причем пик оттока денег из России и притока в Европу пришелся на момент введения санкций. Частично средства вложили в недвижимость, частично инвестировали в ценные бумаги или предприятия. Хэммонду идея понравилась. Он говорит, спецслужбы уже собрали информацию о перемещении российского капитала на Туманное Альбион. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Третий пошел. Печевский райсуд столицы арестовал экс-депутата от Компартии Сергея Гордиенко. Ему инкриминируют фальсификацию голосования законов 16 января. Ирина Романова подробнее. Экс-нардеп от Компартии Сергея Гордиенко стал третьим, которому ГПУ инкриминирует фальсификацию голосования так называемых законов 16 января. Напомню, в тот день, в прошлом году, оппозиция заблокировала трибуну в сессионном зале парламента и пыталась отобрать у большинства карточки для голосования. Тогда большинство решило голосовать руками. Главой счетной комиссии выбрали идианал Владимира Алиныка, секретарем коммуниста Сергея Гордиенко. Вот как это было. Результаты голосования были сфальсифицированы, уверены в Генпрокуратуре. На самом деле руки подняли далеко не 235 депутатов, а гораздо меньше. Спустя год после расследования дела обвинение предъявили сначала главе фракции партии регионов Александру Ефремову, мол тот преувеличил количество регионалов, проголосовавших за законы, потом Михаилу Чечетову, который якобы дирижировал, как коллеги должны были голосовать в тот день. Напомню, буквально через сутки после внесения залога Чечетов покончил жизнь самоубийством. А вот теперь в деле о законах 16 января фигурирует секретарь счетной комиссии. Инкриминуется этим особам заложивание службовым становищем подчас проведения этого голосования и службовое подробление. Народными депутатами не было проголосовано сам за эти законопроекты, но были складаны документы, которые свидетели, что начебто эти законы были приняты. Накануне вечером Печерский рай суд избрал Гордиенко в меру пресечения двухмесячное содержание под стражей. Александр Мотин уверяет, его подзащитного задержали незаконно. Той злочин, который инкриминует моему подзахистому Гордиенко 13 травня 2014 года Верховную Раду Украины был выключен из криминального кодекса. Абсолютно не имели права арештовывать. Впрочем, как и для Ефремова и Чечетова, суд предусмотрел для Гордиенко и альтернативную меру пресечения. Залог 80 минимальных зарплат. Это около 100 тысяч гривен. Сегодня эти деньги за экс-народеп помнёс его шеф Пётр Симоненко. И как нам стало известно, в ближайшее время ГПУ собирается задержать и других членов счётной комиссии, в частности регионал Александра Саяна. В отличие от главы комиссии Владимира Олейнека, который сбежал из Украины следом за Януковичем, тот остался в стране. Ирина Романова, Ирина Исаченко, Сергей Коваль. Подробности в телеканал Интер. В Венецкий гурсуд отправил Оксану Царевич, известную судью Печерского суда, домой, в Киев. Здесь на неё должны надеть электронный браслет. Ну а следом за ней суд взялся за коллегу Царевич Виктора Китюка. Все подробности расскажет Ольга Рыцарь. Дебата адвокатов и прокурора вчера затянулась до ночи. Заключительное слово Оксаны Царевич оставили на сегодня. Перед заседаниями её поддерживает мама. Но, похоже, уверенности в себе Царевич не прибавлять. Она долго читала лекцию прокурора. Самое понятие необходимости работать до стороны Огеновича на сегодняшний час так и подійшло. То есть состояние, которое должно было до них дойти. Это мы имеем на примере самого внесения хлопотания, поддерживания доводов, означенного хлопотания, на ведение рисков и на заведение поведения в судовом заседании. Мы абсолютно подготовлены. Мы дали те пояснения, которые считали необходимыми. А потом со слезами на глазах жаловалась на главу Верховного суда, который на прошлой неделе в парламенте дал согласие на снятие неприкосновенности из троих судей Печерского суда. Его статус до уровня статуса 450 народным депутатам Украины. Почему он поставил судовую руководку на колено? В итоге судья решила, прокуроры не предоставили достаточно доказательств, что Царевич может в процессе расследования оказывать давление на потерпевших и уничтожать улики. Ходатайство прокуроров арестовать Царевич удовлетворил частично. Покласти на подозренную Царевичу Оксану Игоревну наступные обовязки. Пребувати до відповідного органа досудового расследования та суду за першую вымогу. Поведомляти відповідный орган досудового расследования та суд про зміну місця свого проживання. Носити електронний засіб контролю. Якщо воно буде недостатньо, буде застосовання більш жестких засобів контроля. Царевич отправилась в Київ. Там на нього наденуть браслет і установят кумблосуточное наблюдение. Защита збирається подавати апеляцію. А в этом же зале і той же суддя приступив к новому делу. Вместо Царевич на скам'є подсудимых еще один суддя Печерського райсуда Виктор Кисюк. Подозрения те же лишав прав автомайдановців, основываясь на поддельних рапортах. Транспортний засіб не знаходився у місці нібито скорення адмінправопорушення незупинки на вимогу спиробітника ДАІ. Непідписаний рапорт, на підставі якого складено іншим спиробітникам ДАІ протокол про адмінправопорушення. Це безумовно не відповідає дійсності. Ми доведемо це в судовому засіданні. Прокурори просили його арестувати, мол уклонялся от допросов і угрожає потерпевшим автомайдановцам. В зале изучають дело і йдуть на бесконечні перерыви. В итоге решили принести засідання на завтра. Ольга Рыцарь, Андрей Кузнецов, подробності, телеканал «Интер». Ну і затягивається суд по делу троих участників Шевченковського митингу в Сімферополі. Сьогодні засідання знову не состоялось, але один із активістів вже лишился роботи. За що? Юлія Крючкова подробні. Суд. День 2-й і знову без результата засідання перенесли. На цей раз по просьбі представителя подсудимых. У Леонида Кузьмина, Вильдара Шукурджиева і Александра Кравченко все ж появился профессіональний адвокат. Він і попросив от срочки засідання, щоб изучити матеріал і дело. І время, і таку можливість дали. Але тільки до утра і тільки тут, в стенах суда. К сожалению, мені не дали, не дали, не предоставили можливість зробити фотокопії. Почему судья пообіщала винести по цьому поводу мотивированне определення? Напомню, троих участників Шевченковського митингу обвинять в нарушении правил проведення акції і демонстрації запрещенной символики. Це були жовто-голубі ленту і флаг України. А на одному із активістів ще і башіванка. Подсудимі не понимають, в чому їх вина і надеються на объективний вердікт. Полне оправдання, полне признання того, що поліція, точні, поліція, да, вже поліція, діювала, руководствуясь не законом, а руководствуясь емоціями. Пока надежда на оправдання судом ще тепліться. Один із підсудимих вже поплатився за свою позицію. Организатора акції Леонида Кузьмина уволили з роботи. По статье «Несоответствие занимаємій должності». Он преподавал історію в одній із симферопольських школ. Назвали мене агентом ГОСДЕПА. Человеком, який разрушує традиційні устои російського государства. Сотрудник школи не має права посещати публичні мероприятия, особливо, де використовується символіка, як вони сказали, другого государства. А вот яким буде вердікт суда? Якщо участників Шевченковського митингу признають виновними, їх можуть оштрафувати на 30 тисяч рублей, отправити на исправительні роботи чи наложити админарест на 10 суток. Ми продовжуємо следити за ситуациєю. Юлія Крючкова, Віталій Зитковський. Подробності – телеканал «Интер Крим». Кого і за що казнили боевики ІГИЛ? Почему Берлусконе більше не придеться работать в думі престарелых? І головне фото жава дня. Об этом чуть позже. Оставайтеся з нами. Інцидент в Херсонській області. Там военні обстреляли гражданский автомобіль. Кто був в этой машині? Євні пострадавші? І почему военні открыли огонь? Подробні Сергій Бордюжа. О самому інциденті известно не много. На выходных четверо жителей райцентра Новотроицка дыхали на Арабадской стрелці. Это побережье Азовського моря. Купались в горячих источниках. Домой возвращались вечером. Их машину попытались остановить военні. Почему водитель проигнорировал такое требование? Непонятно. За неповиновення солдаты открыли огонь. По информации херсонських СМИ, якобы по колесам. Но одна із пуль попала в салон і зацепила пассажира. Факт огнестрельного ранення нам подтвердили в районной больнице. Поступил такой пациент около 20.00 вечером с касательным огнестрельным ранением, не проникающим в грудную клетку задней поверхности. Была оказана помощь. Это легкое ранение, как царапина. Раненого отпустили домой. Врачи говорят, пациент был трезв. Ну, обычно все любые происшествия, которые происходят, у них проводится забор материала для исследования на алкоголь либо любое другое опьянение. Узнать, кто пострадавший, нам не удалось. Это тайное следствие. Мы приехали на место событий. Там ни блокпоста, ни военных. Да и в самом геническе ОЧП со стрельбой мало кто знает. Нет, не слышали такого. Без понятия. Нет, не слышали такого. Первый раз. Мы по улицам не ходим. Такого ничего не видели. Военная прокуратура тоже немногословна. Мол, разбираются по факту, открыли уголовное производство по статье нарушения правил обращения с оружием, что привело к телесным повреждениям. Санкция, зазначенная в статье, предпочитаю покарание в виде службового обмежения на строк до двух лет об отримании в дисциплинарном батальоне на такой самый срок або позбавление воли на срок до трех лет. Почему водитель не остановился? Он местный и не мог, не зная, что в приграничной с Крымом зоне с военными не шут. И там с февраля этого года введен пограничный режим и силовики имеют право остановить и проверить любой транспорт. И что побудило солдат открыть огонь по автомобилю, а не сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух? Да и кто эти военные? Пока во всей этой истории больше вопросов, чем ответов. Мы будем следить за развитием событий. Сергей Бордюжа, Андрей Анастасов, Игорь Воробей, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Очередная казнь боевиков ИГИЛ. Шокирующее видео убит гражданин Израиля. За что его казнили? Как реагируют израильские власти? Подробнее Сергей Ауслендер. Очередное шокирующее видео от исламского государства. Ребенок, которому на вид лет 10, стреляет в голову человеку в оранжевой робе. Жертва это 19-летний житель квартала Бейтханина в Восточном Иерусалиме. Израильский гражданин. По одним данным он добровольно отправился воевать на стороне ИГИЛ, а по другим был похищен боевиками этой организации в Турции на границе с Сирией, где находился якобы в туристической поездке. Они принесли его в жертву. Они убили его, чтобы остальной мир боялся, но Аллах велик и покарает злодеев. Вторая версия представляется все же менее вероятной, поскольку основные туристические маршруты в Турции пролегают вдали от тех мест, где идут бои. Боевики ИГИЛ, по их же словам, казнили Мухаммеда Муссаляма за то, что он шпионил в пользу Израиля. А якобы Муссалям был завербован Моссадом, прошел специальное обучение, после чего его пытались внедрить в ряды ИГИЛ. Они пытали его и заставили признаться в том, что он работал на Израиль. Это неправда. У него выбили такое признание. Они заставили его солгать, что он израильский агент, но даже если бы он работал на Израиль, то никогда бы в этом не признался. Реакция официальных лиц Израиля последовала незамедлительно. Министр обороны Машей Алон заявил, что этот парень никогда не работал на израильскую разведку. И все это выдумки террористов. Более того, по мнению властей, все эти ролики, которые ИГИЛ регулярно снимает и выкладывает в интернет, служат, как бы это цинично не прозвучало, лучшей антирекламой этого исламистского движения. Тем более для израильтян, которые желают к нему присоединиться. Пока же на фронте борьбы с исламистами наметились явные успехи. Курдские вооруженные отряды Пешмерга при поддержке коалиционной авиации перерезали коммуникации между сирийскими и ливийскими владениями ИГИЛ и нанесли исламистам тяжелые потери. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Как за один месяц увезти более полутора миллиардов гривен? Очередной скандал в крупнейшей нефтегазовой компании Укрнафта. Подробнее Оксана Григорьева. Продолжение следует... ...давать нефть задним числом незаконно, а государство потеряло 1 миллиард 670 тысяч гривен. Это бы мало, безумовно, вызвать зацепление у контролирующих органов, у правоохоронных. Группа «Приват» Игоря Коломойского и, соответственно, компания Укрнафта, которую они контролируют, она продолжает, умовно, такую борьбу за то, чтобы контролировать биржу, где будет продаваться нафта и газовый конденсат. Я бы так сказал, в юридическую тяганину Укрнафта с государством. Это звучит, взгляд, парадоксально. Эксперты рассказывают, терять нефть – старая привычка группы «Приват». В апреле-майе прошлого года из украинских магистральных нефтепроводов была выкачана технологическая нефть. Отдали ее якобы на хранение заводу Укртатнафты. И вот по сей день, что случилось с этой нефтью и, главное, сколько на этом потеряло государство, неизвестно. Тогда генпрокуратура завела уголовное дело. Нет никаких свидетельств о том, нашла ли генеральная прокуратура соответствующие объемы. Они немалые, там 674, по-моему, тысячи тонн нефти. Не была ли она переработана на мощностях, принадлежащих, вернее, контролируемых «Приватам»? И уже не реализовано ли это топливо на заправках по той цене, которая до последнего времени шокировала украинских автолюбителей? Тогда искать пропавшую технологическую нефть взялся Игорь Рубан, экс-директор нефтегазового департамента Минэнергетики и угольной промышленности. Но его внезапно уволили. Чиновник судился за свое восстановление в должности. Сейчас, говорят, он возвращается. Будет новым советником министра Владимира Димчишина. Рубан будет вести такую активную дискуссию с представниками группы «Приват» Игоря Коломойского. И, возможно, в этом будет полягать его суть работы подальше в Минэнерго. Будет активизироваться процесс выяснения, что стало с технической нафтой. Аукционный комитет и Министерство экономического развития и торговли задали украинский вопрос. Куда делась январская нефть? Вот этот официальный документ с подписью министра Абрамовичуса. Мы тоже спросили. Направили в украинский официальное письмо. Ответа пока нет. Оксана Григорьева, Николай Морозов. Подробности телеканал Интер. Бургер с лягушатиной полуголой монахини на улицах Неаполя. Об этом не только в нашем обзоре. В ЮАР съемочную группу обворовали за несколько минут до прямого включения. Корреспондент Вуэм Воку готовил материал о прибывшем на лечение в Йоханнесбург президенте Замбии Эдгари Лунгул. Оператор включил камеру, которая и зафиксировала, как грабители отбирают у репортера и его коллег мобильные телефоны и ноутбук. Крупный улов французских грабителей. На трассе в Авалоне банда вооруженных преступников напала на два бронированных грузовика и вынесла ювелирных изделий на 9 миллионов евро. Грабителей было около полутора десятка. Все одеты в куртке с капюшоном. Полиция продолжает поиски. Священные апартаменты. Лидер сборной Швеции по футболу купил себе евангельскую церковь в Сокгольме. Златан Ибрагимович отдал за здание 4 миллиона 700 тысяч евро. Также футболист оплатил работы по переоборудованию помещения в апартаменты. У него уже есть вилла во Флориде, квартира в Нью-Йорке и особняк в родном Мальме. Скандал в Неаполе. На улицах города появились рекламные постеры с полуголой монахиней. И это менее чем за две недели до визита папы Франциско. Провокационная реклама принадлежит бренду одежды. Девушка на фото рекламирует джинсы. Итальянцы негодуют и требуют снять постеры. Компания заверяет, что не хотела скребить религиозное чувство горожан. Джек Воробей получил травму. Голливудский актер Джонни Депп повредил руку в Австралии, где снимался в пятом фильме о пиратах Карибского моря. Инцидент произошел за пределами съемочной площадки. Исполнителю роли Джека Воробья пришлось вернуться в Лос-Анджелес, где ему сделают операцию. Полет ласки на Дятле увековечили в памятной табличке. Лондонский парк отныне украшает мемориальный знак с символическим изображением животных и надписью «Городской парк Хорнчерч. Дом ласки, оседлавший дятла». Табличку установил местный житель, без ведома властей. В начале марта эта фотография стала настоящей интернет-сенсацией. Бургер с лягушачьими лапками. Такой гибрид французской и американской кухни начали продавать в кафе при Музее природы и науке в Токио. Создание блюда приурочено к открытию выставки «Смертельные яды». В состав бутерброда входят лягушачьи лапки во фритюре, салат и черная булочка. Стоимость блюда около 8 долларов. Вечеринки были, танцовщицы тоже были, но тема секса не раскрыта. Апелляционный суд Италии оправдал Берлускони. Отметит ли он это в стиле бунга-бунга, как обычно, и кто будет скучать по нему в доме престарелых, подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Почти год по пятницам Берлускони на 4 часа в день приезжал в лечебницу для больных альцгеймером с акрофамилией. По предписанию суда обязан был здесь трудиться. У входа своего любимца неизменно встречая то ли почитатели, то ли пациенты. Главврач богоугодного заведения журналиста внутрь не пускал, но по словам осужденного, работа была не пыльная, местами даже приятная. Большинство пациентов меня узнали, к тому же там были красивые итальянские дамы, которые меня обнимали и целовали. Этот человек любую драму умел превратить в шоу. За 20 лет у власти против Сильвио начинали 57 судебных разбирательств. На адвокатов и консультантов он выложил полмиллиарда евро. И они старались. Будто обвинение в коррупции или неуплате налогов, его каждый раз вытаскивали со скамьи подсудимых. Камнем преткновения для Берлускони стала несовершеннолетняя Карима Эль-Фарук. 5 лет назад девушку задержала полиция и она позвонила своему самому влиятельному знакомому. Тот чисто по-джентльменски, ее введение оставил. Берлускони лично сделал пару звонков правоохранителям, попросил их замять дело, мол, Карима племянница президента Египта Мубарака. Так вся Италия, а заодно и мир узнали о вечеринках Бунга-Бунга и любви пожилого политика к юным дамам. Все эти процессы, неуплата налогов, коррупция, вечеринки Бунга-Бунга, вы хоть отдаете себе отчет, какой имидж вы создаете? Это все слухи и наветы. Если бы это была правда, итальянцы бы меня так не любили и не верили бы мне. Сегодня Кассационный суд Италии снова отпустил Берлускони с миром, невиновен за отсутствием улик. Победу 78-летний кавальера отпраздновал в свойственной ему манере. Он вместе со своей подругой, 30-летней Франческой Паскаля, поприветствовал независимое и честное правосудие. И тут же заявил, готов вернуться в большую политику. До сего дня это было ему запрещено из-за судебных разбирательств. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Киев-проект сегодня победитель в номинации «Фотожаба дня», «Шквал критики» и откровенного троллинга в интернете обрушился после опубликования эскизов реконструкции Дома профсоюзов. На месте обугленного здания современная конструкция. Планируется даже размещение там музея героев Майдана. Департамент градостроительства и архитектуры Киева в Фейсбуке тут же поспешил подчеркнуть, что это лишь личное видение архитектора. Однако было поздно. В соцсетях отреагировали десятками «Фотожаб». Внешний вид и форму здания сравнивали с танками Первой мировой, с животными, с фантастическими персонажами, с НЛО. И это лишь самые приличные фото, которые мы можем вам показать. Подробности Юэйта, наш сайт, информация там обновляется постоянно. До встречи завтра. Я желаю вам хорошего вечера и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok